В Battlefield 4 танк является смертью на гусеницах и в то же время является бронированной крепостью, которую просто невозможно одолеть одному инженеру с РПГ. Чтобы его одолеть, вам нужно как минимум два инженера с РПГ, либо подрывник, который зайдет ему в тыл. А если танк оказался кемпером, то вам его вообще не достать. И как же быть в таких ситуациях, если вы оказались один на один с танком, и вы знаете, что выстрелив в него первый раз он вас обнаружит и убьет, и вы уже думаете, что остались совсем в безвыходной ситуации. Но это не так, ведь можно сделать вот так. Неплохо, правда? Так как же избавиться от танка, если вы пробрались к нему в тыл за один выстрел с РАВ? Прежде чем раскрыть вам этот секрет, я вам расскажу о базовых принципах ФГМ с РАВ. Дело в том, что более-менее опытные игроки знают о такой фишке с РАВа, как повторное прицеливание. После выхода игры был доступен такой баг выпуска двух одновременно ракет, и соответственно можно было убить танк и любую другую технику за два выстрела с РАВ. После этого этот баг пофиксили, но почему-то многие подумали, что пофиксили и функцию повторного прицеливания. Но к общей радости функция повторного прицеливания осталась у ФГМ-172 с РАВ. Для тех, кто не в курсе и не знает, что это такое, попытаюсь объяснить вкратце. Дело в том, что ракета с РАВ всегда летит в то место, куда последний раз был направлен прицел, то есть летит в точку последнего прицеливания. И опытные игроки знают, что стреляя по дальней технике, не обязательно всегда держать ее в прицеле, достаточно просто навести на нее прицел, и все, ракета сама сделает свое дело. Но также есть знаменитый способ для высекания кемперов из укрытия. Он заключается в том, что в прицельном, именно в прицельном режиме ракета выпускается вверх. После происходит перезарядка с РАВа. Если не стрелять после перезарядки, а просто прицелиться на кемпера, который сидит за укрытием, то ракета упадет ему прямо на голову. Вот это и называется функцией повторного прицеливания. Также опытные игроки знают, что если выпустить снаряд с РАВа танку в заднюю часть, то он будет сразу выведен из строя и будет нанесен урон в 50%. Если выпустить два снаряда, то танк будет уничтожен. Но дело в том, что сразу же после первого снаряда танк, скорее всего, включит зеленку, развернет башню и убьет вас к чертову матери. Также еще более опытные игроки знают, что у танка помимо задней части есть уязвимое место и в башне. В это место стреляют у нас дживелин по наводке и также наносят урон в 50 единиц. Но как же уничтожить танк, совместив два этих способа, если вы подкрались к нему сзади? Да все на самом деле очень просто. Выпускается ракета в небо строго под углом 90 градусов. Производится перезарядка с РАВ. Ракета направляется в башню танку. И после того, как первая ракета достигает цели, вторая ракета моментально выпускается в заднюю часть и танк уничтожен. Танк не успеет среагировать, включить зеленку, либо еще предпринять каких-то действий. Вы просто его уничтожите. Да, фактически вы делаете два выстрела с РАВ, но для танка это ощущается как один выстрел и две ракеты прилетают одновременно. Здесь возникает несколько вопросов. Как выпустить ракету строго под углом 90 градусов? Куда целиться? И сколько ждать? Чтобы выпустить ракету строго под углом 90 градусов, вам нужно до упора поднять голову вверх. До того момента, когда у вас уже перестанет двигаться мышка. Выпустить ракету и подождать пару секунд, чтобы она набрала высоту. И если танк вдруг начнет двигаться, чтобы она залетела под углом 90 градусов. Можете не переживать о точности, погрешность 10 градусов допустима. То есть, если ракета залетит под углом 80 градусов, критический урон будет все равно получен. Далее я вам покажу точки, на которые стоит целиться, если вы зашли к танку с левой стороны, сзади, либо с правой стороны. Ну и соответственно, вторую ракету запускаем после того, как прилетит первая ракета сразу же в заднюю часть танка. И он будет уничтожен. Водитель танка даже не поймет, что с ним произошло. После моих исследований оказалось, что гроза всех танков российский танк Т-90 оказался самым уязвимым к данному способу уничтожения. Дело в том, что он имеет открытую башню и прицелится в командирскую будку, которая является уязвимым местом, проще всего. На втором месте по легкости уничтожения это Абрамс. Ну и на третьем месте это китайский танк, который является самым сложным в уничтожении. Дело в том, что с правой стороны его практически невозможно уничтожить данным способом, потому что пулемет у него находится не по центру. И соответственно, если мы наводим ракету на пулемет, то она наносит 48 единиц урона, что тоже является немалой величиной. Танк сразу выводится и после того, как вы выпустите второй снаряд, у него останется 9% и он будет доведен до пожара. Вы однозначно его уничтожите, инженеру придется либо выйти его отчинить и при этом уничтожить вас, либо просто догореть в танке. После того, как мы разобрались с техникой уничтожения танка Кемпера, я вам расскажу о полезности применения данной технологии в игре на всю остальную технику. Дело в том, что вертикальный запуск ракеты более удачен, нежели горизонтальный. Во-первых, горизонтальному запуску ракеты с раф может помешать какое-то препятствие, бугор, холмик и прочее, если танк вдруг спрячется за укрытие. Если же вы запускаете ракету вертикально, то танк уже не сможет спрятаться за укрытие и ракета полетит ему в башню. И при этом, если ракета попадает вертикально, танку наносится урон от 30 до 50 единиц, а также он сразу обездвиживается вне зависимости от того, какой урон был нанесен. Ему не помогает активная броня, и он все равно будет обездвижен, и соответственно будет добит вашим союзникам, если он находится рядом. Также вертикальное попадание ракеты с раф в БТР приводит к его обездвиживанию, но наносится при этом стандартный урон, не критический. Вертикальный запуск ракеты также безопаснее. Если вдруг к вам сзади подойдет пехота, вы всегда можете ее убить, потому что время, проводимое в прицеливании, у вас гораздо меньше, нежели вы будете запускать ракету горизонтальным способом. У вас будет время оглядеться во время перезарядки, а также вам нужно гораздо меньше времени, чтобы навестись на технику, потому что ракета, спускаясь сверху, летит быстрее, нежели по горизонтали. Ну и вот, с техникой уничтожения танков я, пожалуй, закончу. Пусть меня ненавидят теперь все танкисты-кемперы. Но если вы думаете, что к танку нереально подобраться, если у стрелка стоит локационный сканер, то вы ошибаетесь. Но об этом я вам уже расскажу в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить всего самого интересного, и вы узнаете, как пробраться к танку незаметно, даже если он использует локационный сканер. До скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»